В эфире программа «Посредник». Сегодня в нем примут участие начальник государственного управления Республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цымцба. Речь пойдет о состоянии жилого фонда и о том, как контролируется сфера строительства жилья в Абхазии. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Баба. Есть ли какие-то данные, сколько у нас сегодня строят жилья? Много, мало? Если говорить о последних тенденциях, о последних годах, какова картина? Что касается строительства, в общем, если брать, то строительства у нас ведется очень много, но большая часть этого строительства – это курортная сфера. Что касается жилья, это очень маленький процент, в мерках нашей страны совсем маленький, то есть недостаточно для того, чтобы покрыть те необходимости в потреблении, которые есть сегодня. Но если говорить об объектах туристических, которые строятся, то есть данные, цифры какие-то? Нет, ну, по крайней мере, у меня таких данных нет, но большая часть проектов и объектов, которые заходят для прохождения экспертизы, в основном, это все туристическая деятельность, сфера отдыха. Если говорить о том, что строят в отношении жилья, то сколько, скажем так, зданий, сооружений в год или, не знаю, берутся, например, строить, допустим, еще не закончили, но какое-то строительство ведется? Вы имеете в виду для жилья? Да. Опять же, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что такой информацией не владею. В основном, если даже что-то и строится, это частный инвестор, частники, то есть сами находят средства, сами его строят. Что касается государственного жилья, то на данный момент пока что оно не строится, то есть само государство пока не строит свои дома. А вы не контролируете частных строителей? Вы знаете, что касается контроля, мы контролируем все, что касается государственной деятельности. Все те объекты, которые проходят через государственное управление Республики Абхазия по строительству, мы ведем контроль. Но на самом деле очень много объектов, которые не проходят экспертизу и, можно сказать, сами строят. То есть они получают разрешение на строительство и начинают вести его. А где они получают это разрешение? А в администрациях тех районов, в которых они собираются строить. То есть они проходят процедуру получения выделения земли, участка от строительства и все. Скажите, пожалуйста, а вот насколько удобен вот такой порядок того, вот как приступать к строительству? Несет ли они какие-то проблемы, например, вот с точки зрения качества, с точки зрения того вообще, кто строит, чем строит и так далее? Конечно, несет. Опять же, можно сделать две параллели. Что касается государственного, да, то тут известны все подрядчики, все строители, кто занимается строительством, кто ведет непосредственно контроль строительства, где закупаются материалы. В этой сфере все открыто, мы все знаем, всех знаем, приезжаем, контролируем. Опять же, что касается частников, которые сами начинают вести строительство, то здесь более сложная информация, то есть ситуация. Поскольку кто-то считает, что он сам все прекрасно знает, и он хороший строитель, и ему не нужны специалисты широкого профиля. Вот можно пригласить одних там залить фундамент, вторых поставить стены. Но всю ответственность в этом случае несет он на себе. Потому что контролировать, понимаете, если понимать, что вот условно в городе Сухум ведется 52 объекта строительства, да, мы можем, мы там еще организации контролировать, но зачастую мы эти объекты можем и не знать. И что там происходит, как ведется строительство, нарушаются ли нормы, не нарушаются. Ну, вообще-то проблема достаточно острая, наверное, я имею в виду с качеством жилья, тем более на фоне вот того, что сейчас произошло в Турции, да, многие эксперты задаются вопросом, вот почему так дома складывались, как карточные домики, да, причем какие-то вот стоят, выстояли, а какие-то вот сразу развалились, рассыпались, разрушились. Скажите, у нас вообще строят с учетом того, что все-таки мы расположены на Кавказе, а это, по данным ученых, сейсмически активная зона. Есть какие-то нормы, которых должны придерживаться наши застройщики? Ну, смотрите, что касается сейсмических зон, на самом деле, на сегодняшний момент у нас нет института геофизики, который следит за подвижностью. У нас есть как институт геофизики, но просто, может быть, он не следит, может, нет возможности, да? Ну, возможно, да, нет возможности. Значит, что касается бальной системы, до Спитакского землетрясения в 88-м году, да, была принята одна система балов. Она разделилась на зоны, то есть, ну, в Советском Союзе были зонами разделены участки, и наша территория, условно, вот, Абхазия, прилегающая там Грузия, тот же Краснодарский край, подпадала под семибальную систему. То есть, в нашей территории, она планировалась при застройке на 7 баллов. Вот. На момент, когда начиналось строительство Красной Поляны, вот, российскими специалистами тоже проводился мониторинг, они подняли сейсмику там до 8 баллов. Сегодня у нас на территории Республики Абхазия принята минимальная нормативная база, это 9 баллов. То есть, все, что у нас рассчитывается, проектируется, мы закладываем сейсмику на 9 баллов. То есть, мы еще чуть-чуть берем запас балл, потому что у нас молодые горы, вся вот наша вот эта подвижность связана с ними. Поэтому 9-бальная система сегодня у нас заложена при разработке проектно-сметной документации. То есть, здания достаточно устойчивы, по крайней мере, их планируют устойчивы, да, к таким вот колебаниям почвы? То есть, 9-бальная система, это очень приличная нагрузка при расчете на сейсмику и должно все... Ну, это успокаивает, честно говоря. Но, тем не менее, мы часто наблюдаем, что вот после того, как дом построен, там либо трещины, либо вот наш кривой дом, да, может, там неправильно было строительство и так далее. А вот эти проблемы, они как-то, не знаю, регулируются, контролируются, потом же убирать, ремонтировать дом, который уже возведен, в разы, наверное, сложнее. Ну, вы понимаете, задача заключается перед началом строительства, это провести геологические изыскания. То есть, геологические изыскания показывают тот грунт в месте строительства, где предполагается строительство. Делается геологический разрез, в котором указывается залегание грунтов, на каких глубинах лежит какой грунт. Вот, исходя из этого геологического разреза, конструктора начинают рассчитывать подземную часть, так называемую фундаментную часть, это остов, каркас, фактически подошва, если можно по-другому сказать, дома. В зависимости от него, вот, начинается расчет, что лучше заложить, плиту, сваи, вот, исходя из этих требований. Дальше идет уже надземная часть, которая держит всю на себе опору. То есть, если брать кривой дом, то, скорее всего, это было еще при Союзе, видимо, немножко недоработали или неправильно рассчитали геологические усадки, в связи с чем дом начал накреняться. Хотя город Сухум, центральная часть, здесь очень такие плохие грунты, они сильно водонасыщены. Вот, поэтому такие проблемы с старыми домами, да, они немножко существуют. Но в любом случае дом имеет под своей нагрузкой, он имеет определенную осадку, он может этого дать. Это в нормах заложено, так бывает. Но такие вопросы, как кривой дом, такие вопросы, как дом сзади рынка, который стоит недостроенный, да, это такие моменты немножко тут сложноватые, конечно. Ну, если бы вы оценивали состояние жилого фонда, что бы вы могли сказать по этому поводу? Каково состояние жилого фонда в Абхазии? Ну, вы понимаете, фонд уже немножко, конечно, устарел. В основном жилой фонд, это у нас новый район, да, это дома все середины 70-х, 80-х годов постройки, им уже по 40-50 лет. Вот, в принципе, если технология была соблюдена правильно и с поточной периодичностью проводился капитальный ремонт этих домов, то в этом ничего страшного нет, то есть дома эти будут служить еще долго. Но если не проводить мероприятия, потому что панельный дом, это фактически плита, которая между собой крепится с сварными соединениями. Да, и зачастую бывает, ну, сварные соединения чуть расшиваются, то есть где-то расходятся швы, и за этим нужно следить. То есть их нужно укреплять, их нужно конопатить, чтобы не продувало, чтобы вода не заходила. Кто это должен делать? Ну, по большому счету, сегодня у нас этим занимается условно государство, да, то есть вот домоуправление должно выявлять дома, смотреть, находить, где есть вот такие места. Опять же, это мы берем те дома, которые у нас уцелели, так скажем, да, есть же у нас на новом районе дома, очень сильно поврежденные во время нашей Отечественной войны, да, и есть даже такие, которые на сегодняшний момент, ну, непригодны к восстановлению, да, ну, просто они стоят, они есть. То есть сегодня их восстанавливать дороже, чем условно разобрать и сделать из там трехподъездного два подъезда, ну, условно, если говорить. Вот. С другой стороны, большая часть домов, вы сами видите, она стоит, вроде хозяин есть, но при этом нет ни окон, ни дверей, ничего там не происходит, шаром покати. В таких случаях тоже, как бы, хозяин, условно, квартиры, он должен немножко думать о своем. То есть как минимум закрывать защитные окна, поставить, чтобы вода не попадала, чтобы сырость не образовывалась. Кровли, насколько мне известно, практически весь Новый район, да и не то, что Новый район, практически везде у нас по городу кровли все поменяли, где-то, ну, может, какие-то небольшие изменения есть, но, в принципе, кровли стоят, дома не мокнут сверху. Ну, опять же, пустые дома, где-то подвалы затоплены, это тоже не очень правильно. Подвалы нужно осушать, подвалы не должны быть мокрыми, чтобы не разрушать основания. Ну, да, это понятно, что должны, но вот эта работа такая, она текущая, рутинная, ее надо, как бы, всегда выполнять, держать на контроле ситуацию. Кто-то, ну, кроме, вот вы говорите, домоуправлений, их кто-то контролирует? Насколько они картину выясняют? Администрация города должна их контролировать, то есть они докладывают, так, если можно назвать, своему руководству, что вот, условно, у нас по такому-то адресу произошла такая-то проблема, необходимо провести такой вид комплексной работы. Одна из функций вашего управления, контроль, как я говорила, да, за качеством строительства, много ли объектов проходит госэкспертизу? Это, видимо, касается только государственных каких-то объектов. Государственные объекты и вся инвестпрограмма. Все государственные объекты проходят экспертизу, вся инвестпрограмма проходит экспертизу. В этом моменте тут вопросов нет никаких, потому что все проходит через наших экспертов. Наши эксперты – это люди с высочайшим опытом работы, которые очень серьезно относятся к своей работе и досконально проверяют все. И зачастую бывает, что и даже проекты отправляем на доработку. Что сейчас строит государство? На сегодняшний момент, да, государство, мы закончили большую инвестпрограмму по восстановлению, прошлая инвестпрограмма была, да, по восстановлению, это инфраструктурная часть, это детские сады, это школы, это дома культуры, это оздоровительные мероприятия были. Нынешняя инвестпрограмма, она идет больше уже на благоустройство территорий, так мы назовем, это дорожная инфраструктура, да, это освещение, вот водопровод, канализация. Ну, когда проходили экспертизу, какие нарушения фиксировались в основном? И были ли нарушения? Ну, понятно, что все, контроль идет, и какие-то, наверное, что-то, какие-то замечания делало ваше управление? Ну, тут, опять же, все зависит от того, что мы имеем в виду. То есть замечания по проекту, это одни замечания. Это, условно, проектировщик, допустим, заложил слабую, да, фундаментную часть, да, наш эксперт, просчитав расчеты, сказал, нет, ребята, условно, надо вот тут усилить, потому что не проходите по нормам. Что касается сметной документации, там немножко другая система. Это больше относится уже к расценкам, которые применяются для строительства. То есть разную работу можно расценить по-разному, да, или не одну работу можно расценить по-разному. И вот основная задача эксперта — расценить ее правильно, согласно СП и программам, которые к этому приложены. Ну, и как происходит на практике? Да, на практике происходит очень бурно. Мы со всеми ругаемся, с нами ругаются. Нет, это не так, это так. И зачастую с нами соглашаются, потому что те доводы, которые мы им приводим, они обоснованы. То есть мы не просто говорим, вот, нужно сюда не гвоздь забить, а закрутить, условно, саморез, да. Мы обосновываем, почему в данном случае не подходит гвоздь, а должен быть саморез. Ну, то есть так простым языком. Ну, и это зачастую вот общение с проектировщиками, ну, часто у нас происходит. Ну, вот когда строят они государственные объекты, например, разве не нужно вот такую экспертизу проводить? Или это все на отпуск местным властям отдаётся? Может, у них специалисты другого уровня, ну, и так далее, потому что все-таки у госуправления там одни специалисты, на местах другие? Ну, смотрите, частник зачастую не приходит. Он считает, что ему это не нужно. Он считает, что проектировщик, который ему сделал проект, он сделал его правильно. И, условно, перепроверять правильность работы того или иного проектировщика, он считает ненужным. То есть это для него нецелесообразно. Раз, условно, там, конструктор имеет лицензию, значит, он профессионал в своём деле. Да, это зачастую все профессионалы в своём деле, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Поэтому на сегодняшний момент частники не заходят. Большинство, ну, так скажем, знаете, как 50 на 50, тот, кто серьёзно относится к тому, что он строит, ему нужны гарантии, что ни на кого ночью, словно, не дай бог, конечно, там, на отдыхающего не упадёт перекрытие или дом не свалится. При этом доверяя проектировщику, он всё равно заходит на экспертизу, он заносит конструктивную часть. В основном, в большей степени это конструктивная часть, потому что, ну, архитектура зачастую, она меняется у них сегодня. Ведь такой хотят, завтра такой. А конструктив в основном всегда остаётся. И вот конструктивную часть, большая часть потихоньку начинает осмысливать, что это нужно для себя, нужно в первую очередь, обезопасив себя, заходят и вот проходят конструктивную часть. Ну, что касается состояния жилищного фонда, вот если вернуться, да, вот есть у нас такие так называемые заброшки, да, вы говорили, что есть здания, которые легче снести, чем, допустим, отремонтировать и как-то восстановить и прочее. Часто ли берут вот такие объекты на то, чтобы перестроить, как-то привести в порядок, и что вы думаете вообще о сносе таких зданий? Ну, вы знаете, на моей памяти, кроме Кривого дома, пока такого не было, чтобы вот так мощно и глобально подойти к такому вопросу. Вот Кривой дом, на моей памяти, может, я и ошибаюсь, но это был, по-моему, первый такой объект, где действительно государство вложилось, где государство исправило ситуацию, которая там была и, слава богу, не дошло до каких-то тяжелых ситуаций. Это большие деньги, это большие финансовые вложения, это сложные, но в данном случае они были необходимы. Ну, вот есть же у нас здания, которые вот у всех на виду, да, там, ну, реально заброшки с деревьями внутри там и так далее. Вот управление этим не занимается, этой проблемой? Нет, управление этим не занимается. Это все, все эти здания находятся на балансе администрации города, то есть администрация должна провести свою инвентаризацию, сделать опись всего, что у них в городе есть, что подлежит, что не подлежит, что нужно, что не нужно и в каком состоянии находится. А все-таки ваше мнение лучше сносить такие или все-таки можно как-то перестроить? Все зависит от каждого конкретного случая, то есть надо смотреть конкретно на объект, в каком он состоянии. Есть объекты, которые прекрасно стоят, да, но условно не были введены в эксплуатацию в связи с тех, ну, в основном это военная ситуация, война, которая у нас была, там, условно, из девятиэтажки, там, семь этажей поставили, да, успели, но здание не введено, да, ну, можно на этом и закончить. Не поднимать два этажа, оставить семиэтажное здание. Да, придется вкладывать во внутрянку, в отделку, в электрику, в сантехнику, это все нужно будет дорабатывать. Можно. Но есть, опять же, такие дома, которые получили очень серьезные повреждения, которые нецелесообразно сегодня восстанавливать. Такие дома, конечно, нужно разбирать, но тут, опять же, вопрос, разбирать тоже не так просто, понимаете? И вот есть дома, где вот три-четыре подъезда, крайние подъезды стоят, а середина ужасная. То есть она была настолько повреждена во время боев, что, ну, непригодно. Верхние этажи разрушены, сложены друг на друга. Разбирать тоже надо правильно, чтобы крайние части, там, так скажем, первый, условно, четвертый подъезд не пострадали. Это тоже немалые средства. Это тоже очень тяжело правильно разобрать, потому что панель, это такое, как сказать, панель, это как лего, да? Оно один за другом между собой связано, да? При правильном, при правильной работе аккуратно все разбирается и не приносит никакого вреда друг другу. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как человека, который имеет отношение к строительству, да? Что вы думаете о возможностях по ипотечному кредитованию, по строительству социального жилья? Тема жилья очень острая, не нужно об этом говорить в Абхазии. Что вы думаете, как можно, не знаю, сдвинуть это с мертвой точки? Что мешает развивать, например, продажу жилья в рассрочку? Это такой сложный вопрос, на мой взгляд, пока что наша система, так скажем, не готова, наверное, к кредитованию. Наши банки, возможно, и могут давать кредит, да? Но тут вопрос, какой процент, на какой срок. Это очень такой вопрос тяжелый, потому что финансовая ситуация в стране, да? Если мы берем зарплаты людей, сколько они получают, сколько они должны отдавать банку, какой процент они... Это очень такой... Пока что, мне кажется, для нас, ну, мы не готовы. Это мое личное мнение к этому. Вот, что касается второго вопроса... Хотя есть же пример, вот, что там один застройщик, он восстанавливает здание, уже часть квартир продана в рассрочку, и это дешевле, и люди как бы хотят. Нет, я не говорю, что этого нет, но это очень мало. Опять же, вопрос продажи в рассрочку тоже такой скользкий вопрос. А не может какой-то государственный орган, например, ваш, как бы инициировать такую, как бы, программу? Ну, наверное, наш немножко, не наш это профиль, инициировать. Наверное, возможно, но пока что к этому не пришли. Частник будет строить, и он хочет заработать в любом случае. Он будет продавать. Опять вопрос с рассрочкой понятен, да, там рассрочка, условно, там, год, ну, допустим. Где защита меня, если я не успел за этот год отдать? То есть тут очень много вопросов, над которыми надо еще работать, чтобы защитить меня, как потребителя, от вот этих вопросов. Потому что, ну, условно, сегодня я имею работу, а завтра я остался безработным. Как мне платить? Что мне делать в этом случае? Придет срок, я все сроки просрочу, и что заказчик вправе меня отправить? Куда-то выгнать, забрать собственность, потому что я не успел с ней расплатиться. Что касается социального жилья, для государства это вообще посильная задача строительства? Сегодня, наверное, своими силами, мне кажется, нет. Это очень такой тяжелый вопрос. Это очень дорогой вопрос. Хотя он остро стоит, да, жилье необходимо. Жилье нужно строить. То есть уже пора что-то начать делать в этом отношении? Ну, тут, знаете, по мне так, мое мнение, опять же, тут надо как-то сообща, условно, государство и какой-то инвестор. Вот вместе как-то прорабатывать. Застройщик, например. Ну, застройщик, да. Ну, частный инвестор, я говорю, что вот вместе как-то, вместе проработать вот эту тему, чтобы государство могло вносить свою лепту. И застройщик тоже не остался в минусе. Ну, условно, там построили 9 квартир, ну, просто, скажем, 10 квартир, да. Государство принимает в этом какое-то участие. Две квартиры, допустим, принадлежат государству. Будем надеяться, что какие-то проекты появятся, потому что проблема, она не решается, а должна быть решена. О том, как контролируется сфера строительства жилья в Абхазии, каково состояние жилого фонда. Об этом мы общались в программе с начальником Государственного управления Республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрием ЦИМЦПО. Спасибо большое. Спасибо большое. С вами был Посредник. Диалог с властью о том, что волнует о...